Парламентарии двух государств Китая и России встретились в Одинцово. Иностранная делегация прибыла к нам с рабочим и ознакомительным визитом. Гостям провели обзорную экскурсию по лучшему парку Подмосковья, рассказали о его социальной значимости, преимуществах и отличительных особенностях. Мы хотели показать наш парк и в дальнейшем посмотрим их парки. Они рассказали о своем парке. Мы, конечно, бы хотели, может быть, в дальнейшем какие-то делегации даже на уровне детей. Я думаю, это было бы тоже интересно, хотя бы вот эти соревнования какие-то между даже нашим Одинцовским округом. Поэтому есть у них предложения интересные, мы бы, конечно, и хотели еще обсудить. Место встречи выбрано не случайно. Много лет вектор взаимоотношений двух государств направлен в сторону развития спорта, культуры, образования и социальной инфраструктуры. В декабре мы продлили очередное соглашение по нашему взаимодействию между законодательной властью и знаю, что сейчас вот также идут переговоры вновь подписать соглашение и правительство Московской области. Почему? Для нас это очень важно. Это в приоритете наши отношения России и Китая. По словам Ларисы Лазутиной, подобные встречи нацелены также на установление взаимовыгодного сотрудничества и развитие совместных проектов в сфере экономики, медицины, образования на региональном уровне. Гостям устроили радушный прием. Ответное приглашение последовало и от китайских коллег. Гости из Китая посетили также и прогремевшую на весь мир новую трехгорку. Они детально рассмотрели картины знаменитых граффитистов и заглянули в 17-ю школу. Глава делегации преподнес коллективу особый подарок – полотно с символикой родной провинции. Хочется показать нашу обыкновенную стандартную школу, но в необыкновенном микрорайоне трехгорка. Поэтому мы сегодня встречаем гостей. Дети очень рады. Дети сделали подарки своими руками. Хотят тоже, чтобы эти подарки улетели в Китай. Сегодня российско-китайские отношения развиваются благоприятно и стабильно. В условиях тесного сотрудничества подобные дружеские встречи происходят все чаще. Они способствуют укреплению и оптимизации двухсторонних связей. Влада Шишова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.